Никогда нельзя отказываться от мечты. Мечты питают нашу душу, так же, как пища питает тело. Сколько бы раз в жизни нам не пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно должны продолжать мечтать. Паоло Каэльо. Они помогают нам жить и бороться с возникающими трудностями. Они заставляют нас самосовершенствоваться и позволяют пережить неудачи. А если научиться верить, то можно было бы избежать многочисленных проблем. В жизни есть некая магическая сила, приходящая на помощь там, где мы не ожидаем. И она чаще и сильнее проявляет свое воздействие именно на тех, кто умеет доверять неизведанному. Необходимо оставлять в своей жизни место для всего таинственного и непостижимого. Верить, что жизнь всегда выступает на нашей стороне. И все будет благополучно. Может быть, не всегда, но в большинстве случаев этого бывает достаточно для успеха. Если вдруг возникло желание все бросить и уехать куда угодно, то остановитесь и спросите себя. Что в этой ситуации важнее? Отступиться от своей мечты, выбрать что-то более легкое или остаться верным себе и своим принципам? Не опускать руки и упорно идти вперед. У нас всегда есть выбор. Идти до конца или же отступить. Чтобы пройти все этапы нашей жизни как можно легче, независимо от уровня сложности, очень важно слушать свое сердце. Так как в наших интересах следовать велению сердца и сохранять веру. Ведь именно в этом заключается смысл жизненного пути. Суть в том, что в жизни никогда не бывает ошибок или неудач. Все и всегда происходит не просто так. Все события и последствия мы переживаем для того, чтобы извлечь соответствующие уроки из принятых нами решений и предпринятых действий. Если происходит отрицание какого-либо опыта, то тем самым мы прежде всего отвергаем самих себя, обесцениваем свои мечты, лишаем себя сил и возможностей для их достижения. Поэтому для начала важно принять все как данность, как собственную точку роста или красивую историю любви к себе и миру, которая непременно будет вознаграждена и достойно отмечена, когда вы достигнете своего пункта назначения. Паулу Коэльо неспроста делает упор на том, что Вселенная всегда помогает нам реализовать наши мечты, какими бы глупыми они ни были. Ведь это наши мечты, и только мы знаем, что нужно было сделать, чтобы их осуществить. Встречайте невзгоды с улыбкой, они все равно рассеются. Не невзгоды создают тяжелый груст на сердце, а то, как мы их принимаем. Отпечаток эмоций — это наша память. Принимая каждую проблему с разочарованием, мы тем самым оставляем на сердце метки, которые будут мучить нас всю оставшуюся жизнь. Мы не даем ранам затянуться. Вселенная настолько велика и многогранна, что каждый, кто познал на себе хотя бы частицу ее чудес, неизбежно будет огорчен быстротечностью жизни, которая не позволяет нам увидеть все ее величие. Как можно прожить счастливую жизнь с мыслью о том, что в нашем видении и творчестве есть лишь мизерная часть того, что могло бы быть? Как могут быть счастливы родители, не воспитавшие идеальных детей? Как может быть счастлив человек, который не сохранил свое здоровье? Разве может быть счастлив человек, не научившийся всем земным искусствам? Подобные мысли заставляют думать о том, что жизнь прожита зря. Но смысл жизни не в том, чтобы познать весь мир и успеть сделать все идеально, а в том, чтобы познать и принять себя в этом необъятном мире. Перемены начинаются с наведения порядка во внешнем мире. Наведение порядка в доме, в машине, на работе, в тех уголках, где мы проводим больше всего времени. Порядок снаружи волшебным образом влияет на внутренний порядок в голове, душе и сердце. Так как все сразу чудесным образом становится на свои места и находит свое место. Внешняя беспорядочность отражает ту же беспорядочность внутри, которая блокирует возможности и затуманивает разум. Ведь чистота – это не только ключ к здоровью, но и к успешной жизни, отношениям и благополучию. Ясность, ума и чистота помыслов открывают путь к переменам, позволяют нам прикоснуться к своим мечтам. Но самое главное – каждую минуту своей жизни мы должны понимать. Каждый из нас – любимое дитя Вселенной. И она с радостью помогает нам, когда видит, как чисты и светлые наши помыслы. А сердце наполнено благодарностью за то, что мы уже имеем. Вселенная постоянно побуждает нас двигаться вперед. Она является для нас таким же источником знаний и опыта, как педагоги и родители. И если мы доверяем ей, она всегда готова поддержать нас. Вселенная обращается к нам самыми разными способами. Просто мы этого не замечаем. Часто мы подходим к проблеме с чувством тревоги и стараемся приложить как можно больше усилий. Но при этом мы пытаемся плыть против течения. Неудивительно, что в таком случае жизнь кажется трудной и жестокой. Настало время довериться Вселенной и не сопротивляться ее силе. Какие бы кризисные времена ни приходили, Вселенная всегда будет поддерживать вас, если вы будете верить в ее чудеса. В этом случае откроются все дороги, ведущие к счастливой жизни. И мечты станут явью. Счастье — это как финишная прямая на пути соревнований с трудностями. Пауло Каэльо. Иногда нам трудно правильно оценить происходящие события. В таких случаях нужно просто позволить им какое-то время разворачиваться естественным образом. И не пытаться сразу же разделить их на хорошие и плохие, в зависимости от того, какими они кажутся в данный момент. Наша жизнь очень разнообразна и многогранна. Только в конце жизни мы имеем возможность оглянуться назад и понять, что все события в ней имели смысл и значение. Все происходящее в нашей жизни несет в себе какую-то цель. Как успехи, так и неудачи направлены на наше благо. Зачастую мы не отдаем себе отчета в том, почему с нами случается то или иное событие, но каждая из них играет свою роль в формировании нашего характера и предопределяет нашу судьбу. Как в самых необычных, так и в самых обычных переменах можно подчерпнуть мудрость и извлечь уроки. Жизнь так или иначе сама все расставляет по своим местам, и даже самые неблагоприятные ситуации имеют свое разрешение и оборачиваются чем-то совершенно иным. И со временем мы начинаем понимать, что все происходит для нашего блага. Сколько счастливых моментов мы переживаем в жизни. Их невозможно сосчитать. Это и закаты, и просто прогулки на природе, и поездки в разные страны, и красивые свидания, и посиделки с друзьями, и вкусная еда, и праздники, и задушевные разговоры, и хорошие песни, и приключения, и избывшиеся мечты, какими бы незначительными они ни были. Это сотни тысяч радостных событий. А сколько раз мы благодарили судьбу за такие случаи? Ликовали ли мы в тот момент, когда их испытывали? Или лишь изредка вспоминали задним числом, сожалея о старых добрых временах? А ведь главное — насладиться счастьем в тот момент, когда мы переживаем что-то хорошее. Может быть, вам чего-то не хватает? Но ведь мало кто может похвастаться тем, что у него есть все, о чем мечтает душа. Думаете ли вы, что все могло быть гораздо лучше? Но ведь так можно сказать абсолютно обо всем. Вас терзают проблемы, но ведь они есть у всех. Однако все это не мешает быть благодарным за то, что имеешь. Жизнь строится в строгой последовательности. Благодарность за то, что у нас есть, всегда предшествует обретению желаемого. Благодарность должна быть на первом месте. И начинать благодарить надо уже сегодня, прямо в эту минуту, не дожидаясь, пока жизнь станет такой, какой мы хотим ее видеть. Истинную силу благодарности можно ощутить только тогда, когда проживаешь ее всю жизнь. Благодаря вибрации благодарности жизнь меняется. Все перемены происходят внутри нас, и если мы принимаем твердое решение быть благодарным за то, что у нас есть, даже если этого очень мало, то вибрации разлетаются вокруг нас, притягивая к нам то, что мы хотим. Благодарность наделена магическими особенностями. Она привлекает к нам всевозможные блага. Например, если мы благодарим судьбу за здоровье, то оно станет еще крепче. Если не упустить возможность поблагодарить за счастливые и радостные моменты своей жизни, то их будет еще больше. Впрочем, благодарность приумножает не только то, за что мы благодарим, но и все остальное, что улучшает нашу жизнь. Подтвердить справедливость этой истины может любой человек, в душе и сердце которого живет чувство благодарности. А мы благодарим Вселенную за встречу с каждым из вас. Искренне надеемся, что сегодняшнее видео нашло отклик в вашем сердце. А если это так, пожалуйста, будьте щедры и поделитесь им со своими друзьями и знакомыми. Возможно, именно сейчас кому-то из них нужна наша с вами поддержка. Душевного спокойствия, исполнения всех желаний, счастья и благополучия вам и вашим близким. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok